Привет, дорогие друзья! Находимся мы в Миллениум Парк на нашем объекте, на объекте, который мы переделали уже. Вот. Но мы сейчас делаем еще одну комнату, последнюю. То есть, ну мы к ней подойдем, и я все расскажу, покажу, в каком у нас состоянии и что мы там делаем. Вот. Ну, хочу рассказать именно за те работы, которые мы уже переделали. И вообще, что здесь происходило. До нас тут, как меня проинформировали, было или 6, или 8 бригад по малярным работам. То есть, одни накосячили, вторые, третьи и тому подобное. В общем. Ну и пришли мы, и все это разом, одним сделали. Вот. Давайте начнем со сложностей. Самое сложное, это было здесь вот этот потолок и лестничный марш. Вот. По потолку, расскажу по сложностям. То есть, потолок с подсветкой. И сложность в том, что здесь по всему дому уже была готовая наклеенная лепнина. Вот эти сопряжения, подводка клепнини, то есть, шпаклевка, вот эти острые сопряжения. Это были самые сложные такие детали в этом доме. Вот. Стеклохолст. У меня также есть на страничке пост, как мы снимали стеклохолст с этого объекта. То есть, снимали мы его прям по лотам. Вот так вот брали, видите, со шпаклевкой и с краской. Он просто-напросто слетал. В гостиной в этом мы стеклохолст не переделывали. Вот. Заказчик не захотел его переделывать, но мы нашли выход из положения. И мы сделали, переделывали эту часть четко. Сейчас я вам расскажу так же, как мы это переделали. Вот. Самое сложное это потолок. Я бы не рассказал. То есть, потолок с подсветкой, наклеенная лепнина. Карман в 3 сантиметра. Буквально. И вот в этом кармане была работа самая сложная, так как там механизации не подойти нормально. Шпаклем нормально, как бы, да. Это было, короче, очень сложно отшпаклевать и вывести вот этот карман. Ну, мы это сделали. Вот. В таком вот сейчас состоянии. Сад, покажи. Ну вот, мы сейчас специально выключили лампочку, то есть, чтобы чисто работала одна подсветка и было видно, как светит сам свет. Ну, правда, саму ленту бы здесь надо заменить. Светит она пятнами, короче, вот так вот, кусками. Короче, непонятно, как криво. Вот. Ну, это уже не наши головные боли. Поехали дальше. По стенам, которые мы не переделывали. То есть, не снимали стеклохолст, не снимали поверхность. Это вот по вот этим, вот этим стенам и в гостиной. Что мы сделали? Это мы подзачистили все молдинги, которые здесь были засраны. Зачистили поверхность планокса, всю эту шагрень украски. То есть, заглядывали. Ну, по крайней мере, мы ее убрали, как бы, с поверхности. Вот. Потом следом. Нанесли прям СМ. Прим СМ так поверхность не впитывает. Он начал стекать. Быстренько-быстренько, губками, как бы, да, это все вытерли, протерли. Все, прям СМ высох. Нанесли грунт. Ралстан-галл-праймер. Грунт высох. И открасили. Сань, покажи вот, пожалуйста, на тене, по теням. Да, вот как это выглядит. Краска Little Green. Ну, в принципе, растеклась она шикарно. Не спорю. Она тонкослойная. Красить ее было очень тяжело, так как у нее текучесть просто бешеная. Но открасили мы этот объект просто вот так. Кухню, коль заказчик и не хотел, как бы, да, переделывать ее, стеклохолст снимать и тому подобное. Но этого было не избежать. Мы хотели ее так же открасить. Мы заклеили ее облепленкой, наклеили скотч на откос. А потом думаю, да, я попробую, короче, снять скотч. Снимаю скотч вместе со стеклохолстом и с краской. И со шпаклевкой на откос. Ну, какой вывод. Содрали нафиг все. И заново все перешпаклевали, переклеили и привели в божеский вид. Вот. Поехали дальше. Ребята, если кто-то... Это вот такой вот маленький совет, да, если вы делаете свою работу, берегите чужую работу, да, вот никто, ни один хороший мастер не захочет переделывать свою работу. То есть мы делаем один раз. Все. Потом переделка, это просто катастрофа. Вот эти вот, я не знаю, если бы можно было, я бы сейчас назвал, да, мрамор, кто здесь приходил делать, засрали все стены. То есть, если вы не умеете, ребят, работать, да, с укрывкой, то есть подходы, вот эти вот все, оставьте это на нас, мы все это закроем, заплатите нам. Мы сделаем упаковку для вас, как бы, да, и вы спокойно отработаете, мы снимем свою поверхность и сдадим, опять же таки, стены в чистом виде. Вот. Ну, платить никто ничего не захотел, то есть, да, они решили сами поукрывать. Ну и в оконцовке позасирали все стены, да, поподмечали. Также откосы, да. Приехали устанавливать ковку. Посмотрите вот на эту. То есть, вот посмотрите вот на вот это вот, вот на вот это, вот на вот это сами, вот покажи. То есть, вот так вот, да, ребята просто насрали, как бы, да, на чужую работу. Во-первых, все в криво, ну, короче, ковку поснимали, опять же таки, да, вот сейчас вот нам вот с этим, вот опять бороться, как бы, да, вот, подмазывать, что-то будем с этим делать. А, то есть механизация, это такая тема, что, ну, не получается, как бы, да, пятнышками подкрашивать. То есть, если перекрашивать, то всю поверхность, то есть, да, вот этот перекрашивать, сейчас будем весь откос. Ну, в общем, да, заказчик попросил, да, ребят, вот это вот все, как-то нужно, вот избавиться. Ну, что? кроме нас, никто не сделает. Вот. Потом дальше. По лестничному маршу тоже были самые такие трудные места, да, это мы все знаем, что такое лестничный марш. Это большая стена, одна здоровая стена, то есть, да, которую, ну, надо сделать идеально, так как сверху, когда свет будет падать, то есть, это все, то есть, вся вот эти вот кавказские горы, и все будет видно. Вот. Ну, в общем, сделали эту стену, эту и противоположную, это две большие стены. Вот. На втором этаже мы переделали все потолки, то есть, ну, там были попроще потолочки, чем вот эта вот с подсветкой, так как там подсветки нигде. Ну, в общем, вот такой вот объем работ был, произведем открашиваем все калтели, перешпаклевываем все потолки, полностью на этом этаже все это перекрашено, почищены все калтели, перешпаклевываем практически 85% стен, вот, и мы сейчас делаем последний. В общем, здесь мы переделываем потолок, стены мы полностью не переделываем, переделываем только сопряжение, вот, его видно, почему мы переделываем это сопряжение, стеклохолст отваливается, да, он не держится на поверхности, и по концовке, когда мы будем клеить скотч, по сопряжению, да, мы будем скотч отрывать, или вместе с краской, так как это было, в принципе, во многих комнатах, где мы не переделывали стены, вот, так уж и в банках, следом, начали, перед шпаклевали, перетянули, вот, весь потолок, вот, в том углу, там вообще палец залазил, через провидор, ставили провидор, палец из-за того, в общем, перетянули, по максимуму, там, осталось, примерно, два, уже нету, короче, было, вот, ну, здесь нам более-менее повезло, лепнину сняли, сейчас мы шпаклеваем потолок, открасим гнушную часть полностью, вот, потом заведем клепничек, поклеим клепнину, и мы уже подведем по лепнину сами короба, и уже открасим чисто одетый короба, вот, перекрасим, так же полностью зачистим стены, под шаглениками, да, забываем, бутами, фраймерами, ну, в принципе, как и на всем этом объеме, значит, по стенам, где-то у нас получилось, в общем, потолки со стенами, где-то ориентировочно, потолки, наверное, 800, вот, которые мы переделали, даже, может, по 1000, где-то, в этом проекте, вот, это все, у нас ушло 2 месяца, по времени, ну, вот такой вот, вот такой вот получился отчет, по уменьшению, так, ну, всем спасибо, всем пока, до встречи, до встречи, до встречи, до встречи, до встречи,